В синем углу клетки. Бойцу 18 лет. Его рост 172 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. Его стиль ММА. И сегодня у бойца профессиональный дебют. Он представляет клуб «Казачья крепость Ставрополь Александр Казарцев». И в красном углу клетки. Его соперник. Которому 20 лет. Его рост 171 сантиметр, вес 61 килограмм 400 граммов. Его стиль ММА. И его профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Представляющий Чеченскую Республику бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте! Билал Умайен! Рефери боя Ашот Ашаган. На середину, бойцы. Парни, внимательно слушаем. После команды стоп не работаем. Все действия по правилам. Все знаете. Пожали руки. Удачи по углам. Я напоминаю формула предварительных боев. Два раунда по пять минут. Ну и довольно-таки стремительно. Напомню, уважаемые друзья, проходят поединки. Это уже шестой бой андеркар. Оооо! Какой бэк-кик! Бэк-кик очень жесткий. Посмотрите, в ответ, как действовал Александр Казарцев. Слева ответил. Казарцев. Да, там комбинация удаст справа. Прилетел точно. Ну и тейкдаун навстречу от Билала Умаева. Довольно-таки заряженно вышли бойцы. В первую очередь это касается Умаева. Он, наверное, уже в курсе, что брат его уступил. Наверное, определенная злость. Спортивная злость. Да, естественно, да. Определенная злость, обиды. Ну и, конечно, желание реваншироваться за своего брата, реабилитироваться. Я думаю, у этого бойца существует. Ну и продолжу свою мысль. Шестой бой андеркардов. Всего их девять. Главный карт начнется в 18 часов по московскому времени, уважаемые друзья. И довольно-таки стремительно бои идут. Я думаю, нас ждет серьезный перерыв. И, пожалуйста, пошел вперед боец из Ставрополя. Попытка бэкфиста неточная. Немного ходить удары. Смотрите, как парни обмениваются и вертушкой. Ооо, справа попадает. Какие тяжелые были обмены. И тут же проходит в ноги. Вот это здорово. Вот это здорово. Средней дистанции сейчас парни как обменялись. И с рук, и с ног. И еще вертушечки покрутили. И самые spinning around кики. Вот это классно. По инерции пробил вертушку и слева попал очень четко. Вот такие бои я люблю, Асланбек. Вы сами понимаете, почему. Потому что используется разносторонняя ударная техника. И при этом возможность осуществить тейкдаун, бросок. И в последующем попробовать сделать какой-то прием. Ну и вот в стиле Ясубей Энамото контролирует своего соперника. Вот даже здесь справа Агмед Мусаев находится рядом с нами. И он подтверждает также свою любовь к подобным боям. Улыбкой и радужным таким настроением. И вот, пожалуйста, давление именно, посмотрите, на ребра со стороны Белава Умаева. И это очень болезненный прием на самом деле. Посмотрите, как... И, пожалуйста, сдается. Дается Казнарцев. Это очень болезненный прием. Влажный, что это, опять же, редкий прием по исполнению. Мы с вами это вообще практически не видели ни разу, Асланбек. За два года. Да, но это очень... Это... За два года ни разу. Да, на тренировках это чувствовал. Это очень болезненный прием. И действительно, такой прием, такой сдачей я не помню. В тренировках я тоже это чувствовал. В Вантере, работая с серьезными борцами, когда тебя, значит, треугольником диафрагму твою пережимают, но в большинстве своем бойцы выдерживают это давление. Вот здесь невероятно что-то было. Смотрим, именно сворачиваться в сторону в данной ситуации. Ну и Казарцев не успел. Ну и Эли Карсаев, знаете, как он радуется. Дорогие друзья, ваш победитель пришел к вам на второй минуте, третьей секунде первого раунда. И одержал победу удушающим приемом. Билал Умаев! Бойцовский клуб Ахмар! Красивая концовка. И ваши аплодисменты его сопернику Александру Казарцеву. Билал Умаев, конечно, так реваншировал за своего брата. Очень здорово. Ну и конечно...